На прошлом занятии мы говорили о кризисе среднего возраста. Но вот сегодня мы поговорим с вами о планировании семьи. Такое словосочетание на сегодняшний день приобрело отрицательный оттенок. В общем, можно ли планировать семью? Конечно, имея мировоззрение идеологов в планировании семьи, конечно, нельзя планировать семью. Потому что при таком взгляде на семью, на жизни, обязательно кто-то покажется лишним. И в первую очередь лишними оказываются нерожденные дети. Мы говорим об абортах. Аборт – это слово, за которым сегодня современное человечество прячет детоубийство. Потому что многие, особенно в наше время, создают какие-то термины очень многозначительные. Сразу не догадаешься, о чем идет речь. И вот оказывается, что за этим стоит что-то очень мрачное. Вот за абортом стоит именно детоубийство. Как бы там медицина не говорила, это аборт является детоубийством. Когда мы говорим об аборте, то мы, конечно же, скажем об контрацептивах. И вот здесь нужно отметить, что контрацептивы, наша, в частности, Русская Православная Церковь, разделяет на абортивные и неабортивные. Вот, в частности, документ, который был принят Собором Русской Православной Церкви в 2000 году, так называемая «Концепция Русской Православной Церкви», очень является и, я бы сказал, своевременным документом, с одной стороны. А с другой стороны, я считаю, что этот документ запоздавший по той причине, что нужно было раньше дать свое церковное суждение Церкви на предмет многих социальных вопросов, проблем. Но вот все-таки в этом документе, я подчеркиваю, что это не мнение одного человека, даже двух человек или трех, или больше, это деяние Собора, деяние Собора. Вы знаете, что, начиная с Древней Церкви, самые важные вопросы принимаются соборно, и мы верим в Святую Соборную и Апостольскую Церковь. И когда возникают внутри Церкви какие-то проблемы, любого порядка, но самое главное, что эти проблемы волнуют Церковь, лишают Церковь какого-то покоя. Это и социального порядка, вопросы благочестия, догматические, вероучительные и так далее. Церковь решает только Соборно. Конечно, Соборному деянию предшествует достаточно взвешенная работа так называемых предсоборных комиссий. Межсоборное присутствие на сегодняшний день именно так называется этот орган, постоянно действующий. Это значит, что если какие-то возникают серьезные проблемы, которые, ну, в масштабах Церкви, или не обязательно даже, может быть, Церкви, какого-то региона, но они достаточно такие, скажем, будоражащие, то тогда каждый, по сути, православный христианин может проявить инициативу и обратиться в межсоборное присутствие. Это патриархийный орган, который находится в Москве, и в этом органе трудятся богословы, юристы, ученые и так далее, и так далее. То есть много задействовано умов, специалистов в разных областях, которые дают какое-то компетентное какое-то объяснение тем или иным вопросам. Затем, если это требуется, передается на решение Синода или же Собора. Все зависит от масштаба вопроса и от проблематичности, болезненности вопроса. И вот в социальной концепции есть раздел о биоэтике. Вообще сейчас очень много проблем, связанных с этикой в медицинской области и в каких-то других гуманитарных областях, которые имеют отношение к здоровью человека. И вот этот раздел о биоэтике, я думаю, что каждому нужно прочитать, вообще социальную концепцию нужно прочитать, ее нужно знать. Потому что именно в этой социальной концепции даны многие ответы на многие вопросы. Именно они авторитетными являются, потому что, как я уже подчеркнул, в связи с тем, что это соборные деяния нашей Церкви. И вот в частности в этом разделе есть определение собора на так называемые абортивные контрацептивы и неабортивные. Если абортивные контрацептивы Церковь совершенно не допускает, к абортивным контрацептивам относятся гормональные таблетки, которые употребляют женщины, и так называемые спирали. Они убивают жизнь. Они ни в коем случае не допустимы и не оправданы. Что касается других контрацептивов, они являются допустимыми и руководствоваться должны при использовании этих контрацептивов муж и жена по своему согласию. То есть Церковь не регламентирует эти моменты, она не вмешивается в интимную жизнь людей, семейных людей, разумеется. Не вмешивается по той причине, что мы должны понимать, вопрос семейных отношений — это вопрос взаимного согласия, в каком случае. И если один имеет один взгляд, другой человек имеет другой взгляд, они должны прийти к согласию. Церковь может помочь прийти к взаимному согласию, но при условии, что обе половины доверяют Церкви. Потому что бывает так, что одна половина верующая, другая половина неверующая. Конечно же, для неверующей половины Церковь не будет авторитета. И, конечно, здесь нужно уступать немощной стороне. Как говорят нам духовники опытные, в частности, даже такой известный духовник, несмотря на то, что он монашествующий, паисий святогорец, он достаточно трезво оценивает вообще отношения внутри семьи, касающиеся половой сферы. И он в первую очередь говорит о том, что нужно сильному, сильный в данном случае, это не физически сильный человек, а именно в духовном смысле, он всегда должен уступать славу. Всегда должен входить в понимание, он не должен завышать подвиг, потому что этот подвиг в какой-то момент будет непосильным и в результате начнет рушиться семья. И поэтому радикальные, такие ригористичные, аскетичные заявления каких-то отдельных духовников на этот счет противоречат соборному деянию нашей Церкви. Поэтому в первую очередь мы должны помнить, если смотреть с точки зрения определенных таких иерархических ценностей, то мы должны отметить, построить пирамиду. Наверху пирамиды находится Бог, ниже пирамиды находится семья, еще чуть ниже находится общество, и в самом низу находится личность. И вот если исходить из ценностной иерархии, то мы должны понимать, что самое ценное после Бога – это семья. Потому что семья – это некое подобие Бога. В каком смысле? В том смысле, что мы знаем, Бог единосущен по своему существу, по своей природе божественной, но троечен в лицах – Отец, Сын и Святой Дух. А вот семья – это тоже только в тварном масштабе. Потому что мы видим единосущие человеческой природы мужа, жены и детей, и троечность лиц, или же там четверо лиц и больше, зависит от количества членов семьи. И поэтому полнота и некое подражание Божеству прежде всего проявляется не в обществе, и не в масштабах личности, а именно в масштабах семьи. Именно семья является основной ценностью в этом тварном мире. И, следовательно, мы должны исходить из этой ценности в случаях врачевания каких-то серьезных проблем, которые возникают. Мы должны всеми силами сохранить семью, потому что это очень и очень ценно в очах Божьих. Именно там преодолевается эгоизм, именно там преодолевается эгоцентризм, там преодолевается самость, гордыня, как хотите, называйте, тщеславие и так далее. Потому что там всегда приносится жертва во имя другого. Общество, оно соединяется по другим принципам, там другие механизмы действуют. Там люди соединяются механически, в том смысле, что люди соединяются именно по принципу каких-то профессиональных механизмов. Там люди как бы не жертвуют друг другом, они просто взаимодействуют. А в семье происходит постоянно самопожертвование. Это организм. А общество – это не организм. Это есть некий, я бы сказал, инструмент. Даже, простите, может быть, не инструмент, потому что инструменты тоже могут быть разные. Это механизм, да, это механизм. А семья – это организм. И чем отличается механизм от организма? Организм – он живой. А механизм – он мертвый. И люди, если они объединены в какое-то общество, скажем, общество трудящихся или общество, я не знаю, военное какое-то или другое, не обязательно, чтобы люди имели в этом обществе любовь друг к другу. Они могут очень даже эффективно сосуществовать. Конечно, лучше, если они будут иметь любовь между собой. А вот если нет любви в семье, то, конечно, эта семья будет погибать, она будет разбушаться. И вот здесь многое должно учитываться. И вот когда мы подходим именно к семье, то мы начинаем понимать, что семья – это все. Это все. Дети воспитываются где? В нормальной семье. А если мы ребенка извлекаем из контекста семьи, отдаем на воспитание в какие-то детские дома и так далее, что мы в результате получим? Недолюбленного, понимаете, человека, озлобленного человека. Ну вот хотелось бы отметить одну очень важную деталь. Вот давайте обратим внимание. Может быть, многие знают уже прекрасный образ. Просто он современный, я хотел бы обратить на него внимание. Вы, наверное, смотрели фильм «Форпост». Смотрели фильм? Этот фильм рассказывает нам о жизни монастыря. И вот именно внутри этого монастыря во-первых, нужно отметить, что в данном случае мы видим именно в этом фильме, что монастырь – это семья. То есть мы можем четко как бы для себя вот отметить, что семья – это не всегда супруги. Семья может быть и монастырская семья. Это общество, которое прежде всего стремится к одному основной цели – любить. Вот как бы вот это общество, вот именно вот это общество, оно озадачивается, это основная цель. Потому что любые другие светские общества, они могут иметь любовь между собой в коллективе, но у них нет такой цели и нет такой задачи. То есть они всегда имеют какую-то профессиональную цель или какую-то культурологическую цель там и так далее. А вот именно монашеское братство, оно прежде всего стремится к тому, чтобы любить. И вот именно в этом контексте любви вы видели счастливые лица этих детей, которые воспитываются в этой монашеской семье? Их бросили родители и братья и монастыря. Я не до конца знаю, но, по-моему, там есть и сестричество, то есть как бы на одной территории там и братья, и как бы и монахини. Вот. То есть достаточно большой монастырь. И в количественном смысле, и в каком-то пространственном, ну это что-то такое очень масштабное. И вот там счастливые лица детей, причем разных детей, если вы заметили. Детей инвалидов и детей обычных. Потому что мы знаем, как реагируют часто люди, когда узнают супруги о том, что у них может быть ребенок-инвалид. Знаете, я только отмечу вот такой момент, вот попутно. Часто ко мне приходили женщины и рассказывали о том, как они услышали от своего гинеколога, что им нужно сделать аборт. По той причине, что у них ребенок, как считает гинеколог, родится даун. Или там еще что-то. Вы знаете, вот я брал на себя смелость, и сейчас я еще смелее в этом отношении. Я всегда говорил, что не верьте вы им. Вы рождаете детей и увидите, что все будет нормально. И действительно, они рожали, и абсолютно здоровые, полноценные дети. Вы знаете, я подозреваю, меня натолкнули на мысль. Недавно я прочитал информацию о том, что сейчас провоцируют аборт врачи с той целью, чтобы потом вот эти маленькие тела расчленять на так называемую фитальную терапию, по-моему, так это называется точно. То есть используют ткани абортированных детей для косметики, для терапии. Ну, это другими словами, людоедство. Самое настоящее. и когда говорят сейчас особенно врачи о том, что ребенок у тебя будет больной, знаете, вот здесь вот, представляете, вот сейчас, вот что это значит? Это значит, что, понимаете, они хотят убить его для того, чтобы забрать. забрать, забрать, потому что одна женщина, она просила, когда у нее был выкидыш, просили, просила эта женщина, дайте мне, значит, этого малыша, что там, вот, крошечку эту. Я просто хочу похоронить. Вот просто хочу похоронить. И ей отказали в этом. Ей в этом отказали. Вот там вы знаете это, там какие-то мы будем делать что-то, вот, а какая вам разница? Это ее дитя. То есть, каким, понимаете, вот чудовищным, хитростям именно приходит, пришла сегодняшняя медицина. А ведь с чего медицина началась? Вот достаточно вспомнить клятву Гиппократа. Первым делом нельзя навредить. Если ты не поможешь, так хотя бы не навреди, не сделай хуже. Как одна пациентка сказала, эти врачи не помогают нам жить, а мешают нам просто умереть. И вот мы приходим к выводу, что семья, настоящая семья, она характеризуется в первую очередь любовью. Вот если там не созидается любовь, значит, семья не знает о цели своего существования. она не знает, к чему вообще стремиться. Некоторые могут упрекнуть меня и сказать, ну как же так? Мы понимаем, что в первую очередь должна быть любовь в семье. Но когда интересуешься какими-то деталями, то совершенно становится очевидно, что не о той любви идет речь. Идет речь исключительно о плотской любви. И вот давайте поразмышляем. То есть мы провели такую вот как бы границу. Особенно с предыдущих лекций, кто внимательно слушал, тот как бы понимает, что плотская любовь, даже когда говорят, опять-таки, плотская любовь, потому что плотская любовь, это плохо. Но вы знаете, мы не должны подводить вот семейные отношения, семейные отношения к чему-то такому, знаете, постыдному. потому что если такой спиритуалистический взгляд слишком как бы вот духовный, как некоторым кажется, понимаете, вот если они будут обвинять семью в какой-то плотской как бы любви, в плотской низости, но вы знаете, это очень как-то так недуковно, это нехорошо, то они могут тем самым дезориентировать любящих друг друга, супругов. Я вам напомню, что канонических правил достаточно много, потому что это болезни такого крайнего отношения к плотской любви внутри семьи. Периодически внутри церкви возникало это неправильное отношение. И это называлось внушение брака. Когда люди вступали в брак, законный брак, и в какой-то момент, когда они начинали считать себя верующими людьми, и поскольку это только было начало воцерковления, и вот это начало воцерковления всегда характеризуется в нашей жизни крайности. Вот каждый, наверное, по себе знает, что когда мы начали духовную жизнь, то вот эта духовная жизнь, она имела крайности. И вот эта крайность заключалась в том, что какая-то половина, которая считала себя более духовной, начинала гнушаться супружескими отношениями, и более того, даже упрекать, и в какой-то момент даже предлагать расстаться на почве гнушения браком, плотскими отношениями. И вот церковь достаточно жесткий выносила приговор именно этим ригористам и говорила, кто гнушается браком, если ты священнослужитель, гнушаешься браком, да будешь изверженный садом, если ты мирянин, будешь отлучен до покаяния от церкви, от причастия. Внутри семьи мы должны понимать вообще, что такое семья. Семья это предельная открытость друг к другу, это предельная открытость. Вот представляете, насколько женщина открывается мужчине, что она раздевается перед мужчиной. Вот допустите себе мысль, что эта женщина до брака она не имела никаких отношений, блудных сожительств. Она настолько чистая и целомудренная девушка, вернее сказать, и когда она вступает в брак, она обнажает свое тело перед мужем своим. И вот когда это происходит, представляете, что должно быть внутри этой девушки, чтобы она сделала такой шаг. А что должно быть внутри этой девушки? Полное доверие своему избранию. Вот если вот это доверие есть, о чем это говорит, о том, что она настолько, вот, насколько она обнажена физически, настолько она открыта и духовно этому избраннику, жениху своему, уже мужу вернее сказать. Вот настолько она ему открыта. И вот в какой-то момент муж, к примеру, начинает гнушаться ей и говорят, ну это слишком постыдно, это недостойно, это вообще нехорошо. Вы представляете, что может произойти с душой этой девицы, вне сказать уже молодой женщины, что с ней может произойти? Ведь она отдала ему свое девство. Это вот глубина этой травмы соизмерима с ее открытостью. Вот знаете, вот чем глубже открыт организм человека, вот к примеру, на операционном столе, да, открыт организм. И вот в этой открытости, вернее сказать, эта открытость, она делает человека предельно уязвимым. А если только маленькая раночка, то и соответственно не такая и глубокая будет уязвимость этого организма. Но если произошла эта глубокая открытость, она открылась, и конечно же там нет ничего посытного. Потому что именно в этой обнаженности одного перед другим внутри брака является, знаете, что? Именно созидание того, что называется одним телом. Потому брак это одно тело. А когда мы обнажаемся для того, чтобы омыть свое тело, разве мы стыдимся своего тела? мы не стыдимся своего тела. И также настолько происходит вот это сближение между мужем и женой. Они одно целое. Более того, это одно целое во всех плоскостях их взаимной жизни. это невозможно вообще передать, насколько если брак чистен, то ложа, говорит Писание, не скверна. И вот когда возникает такая мысль о том, что ложа может быть скверна в честном браке, имеется в виду в законном браке, в браке взаимной верности, открытости, преданности, кто может произнести такую чудовищную мысль? Это значит эту искренность, взаимность не звести на уровень скотских отношений. Это страшное преступление против замысла Божьего. Этого не должно никогда быть. И поэтому церковь не вторгается без надобности с хирургическими оперативными средствами. И если она говорит, что вы можете взаимно все решить, как вам пользоваться этими отношениями, значит, она всецело считает эти отношения чистыми. Конечно, мы должны сказать и об извращении даже внутри самого брака. Конечно, в законном браке тоже бывает излишество. Точно так же, как человек питается пищей. Он питается пищей, и это естественный процесс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но могут быть извращения. И вот эти извращения называются в частности извращения питания, к примеру. Это картонобесие, то есть, когда человек именно стремится не столько удовлетворить естественную потребность голода, сколько именно пропустить через гортань, через язык. То есть, вот это доходит до некого бесия, вот до услаждения, или наоборот, чрево бесия, когда не важно, что он пропускает через гортань язык свой, ему важно именно насытить, наполнить мешок своего желудка, для того, чтобы ему было приятно от насыщения. Это извращение, это ненормально. И вот это извращение рано или поздно сказывается и на человеческом здоровье, и на человеческом сознании, на человеческом взгляде на жизнь. Потому что, когда он смотрит сквозь заплывшие глаза от жира на этот мир, то и мир ему кажется таким же похотливым, как и он сам. И другое дело, когда мы говорим о плотских отношениях внутри семьи. Конечно, мы не можем и не должны вторгаться, как я уже говорил, в святая святых, в спальню супругов, но мы должны предупредить о том, что если супруги будут строить на каких-то излишествах свои плотские отношения, то эти излишества не будут иметь конца. И в результате человек придет к нежелательным, к плохим выводам, что уже эта супруга или этот супруг не удовлетворяют. И тогда человек идет дальше в поисках других приключений и так далее, и так далее. И тогда разрушается это единство супружества. Конечно, когда супруги ориентированы, как я уже сказал, на какие-то такие исключительно плотские ценности, что заканчивается извращением, то ребенок перестает быть желанным. Более того, я даже не хотел бы так формулировать именно этот момент, потому что часто говорят именно те люди, которые хотят сделать аборт, что мы хотим, чтобы ребенок был желанным. И давайте сейчас вдумаемся в всю чудовищность этого выражения. С одной стороны, кто-то может умилиться со слезой и сказать, да, действительно, ребенок должен быть желанным, и здесь ничего плохого нет. Но если мы увидим другую сторону, то мы будем плакать уже не от умиления, а наоборот от чудовищности такого вообще выражения отношения к ребенку. Почему? Потому что этот человек, который говорит о том, что ребенок должен быть желанным, убивает, делает аборт своего ребенка. значит, он нежеланный, тот, который в утробе. Значит, его уже не любят до того, как он родился, его ненавидят до того, как он родился, и такой ненавистью, что готовы отдать на растерзание, чтобы потом какая-то красавица пользовалась косметикой от ребенка этих безумных родителей. Поэтому мы должны понимать, что за многими выражениями современных людей стоит чудовищное отношение к жизни собственных детей. Они готовы расширять свою жилплощадь за счет своих убиенных детей, свой комфорт и так далее, и так далее. Этому нет конца, потому что человек, чем больше получает благ материальных от жизни, тем больше он их хочет. Конечно, когда очень благоустроена квартира, ребенок является помехой, потому что он будет разрушать не только покой, такой психологический покой своих родителей, но и все то, что нажито непосильным трудом. Потому что ребенок будет пробовать инструменты на мебели красивой, на вещах каких-то, одежды и так далее, и так далее. Все это будет, конечно, пробовать ребенок. И это будет приходить в негодности. Конечно, многих родителей это не устраивает. И они готовы сделать аборт. И разве может человек быть счастливым, если он совершил аборты? Может ли его жизнь быть счастливой? А именно в этих нерожденных детях были-то как раз самые те дети, которые были бы и защитниками, и помощниками своих родителей. И не только родителей, но и братьев своих, и сестер, которые не имели братьев и сестер, потому что им не дали их родители. И в результате они родились эгоистами, самовлюбленными. конечно, еще раз хочу подчеркнуть, как бы не останавливаясь на этой теме, такой тяжелой теме, я думаю, что все сидящие здесь очень хорошо понимают, что аборт это во всех случаях где-то убийство, хотя в некоторых случаях мы можем допустить аборт, в некоторых случаях. Когда родительнице угрожает именно смерть, если тем более у этой матери есть уже дети, они могут остаться сиротами, но опять-таки это принимает решение, скорее мать вряд ли сможет принять решение, сама мать, потому что мать всегда скорее согласится, особенно с чуткой совестью, чтобы лучше она пусть умрет, скорее такое решение может принять муж. Но опять-таки это настолько все сложно, что мы никакой в этом отношении формулы выводить не будем, но мы можем допустить такую мысль. понимаете, мы должны некоторые контексты понять еще. в священном писании в Новом Завете помните, когда спасители обращались фарисеи, садукеи на предмет позволительности расторжения брака. Помните, что спаситель сказал, когда они говорили о том, что можно допустить, если муж даст разводное письмо своей жене. Он говорит, спаситель не отвечает, что только одна причина развода допустима, когда вина прелюбодейная. А когда они начали предъявлять Моисеев, именно Моисееву позволение относительно вот этого разводного письма, потому что это все-таки было позволено Моисеем, то тогда спаситель говорит, что по жестокосердию вашему, помните, да, вот эти слова, было это все вам разрешено. Но изначально, говорит спаситель, не так было. А что такое изначально? Это вот тот замысел, помните, райский замысел, где муж и жена одно целое, одно тело. И так должно быть до конца дней. Я пока не буду говорить о втором, третьем браке, это, возможно, отдельная тема для нашей беседы, но здесь я хочу вот что сказать. Вот этот момент, давайте остановим, жестокосердие, жестокосердие. Вот жестокосердие это вот состояние человеческой души до Христа или это состояние человеческой души или и после пришествия в мир Христа. Вот человек очень изменился или нет? Я вам скажу нет. человеку дана возможность изменить. Вот это нужно четко понимать. Дана огромная возможность через таинство Святой Церкви менять себя. но менять себя это не значит быть измененным уже только по той причине, что мы живем по Рождестве Христово. Само время не меняет человека, меняет только причастность к Богу, потому что Божьей силой человек только может изменить себя. Вне Божественной благодати человек не может изменить себя. Тогда мы приходим к выводу, что все то, что происходит сейчас в современном мире в контексте христианского мира, ведь посмотрите, то, что происходит сейчас в Европе, в христианском мире, чем отличается сейчас его уже называют постхристианский мир, потому что он только формально называется христианским, а по своей сути он уже давно перестал быть христианским, потому что настолько уже отравлено сознание современного человека вот этими идеями волюнтаризма на почве секуляризации и других всевозможных гуманитарных проектов, которые выводят человека из этого пространства именно Божественной благодати. Человеку говорят, не нужен тебе Бог. Разными языками говорят ему об этом, я имею ввиду не только языками филологическими, а вообще буквально все прикладные отрасли человеческого знания и так далее говорят, что не нужен человеку Бог. Человеку комфортнее без Бога, потому что Бог всегда обращается к человеческой совести, а вернее сказать сам является этой совестью. И поэтому мы скажем, что постхристианский мир сейчас хуже в каком-то даже, может быть, смысле, чем тот мир, куда пришел Спаситель, Ветхозаветный мир. А почему хуже? Потому что никто раньше не пользовался телом ребенка абортированного в целях терапии и косметики. Это ли не показатель чудовищности современного человечества? Раньше творили всякое, в жертву приносили детей, было. Были такие язычники, в Карфагене это было. Почему Ветхозаветный мир, несмотря на то, что он был уже настолько атрофирован в духовном смысле, но тем не менее лозунг Рима был основной. Карфаген должен быть уничтожен. Потому что то, что там в Карфагене происходило, это было просто чудовищно. Не вмещалось даже в античные сознания. А сейчас не только уничтожен, а что? Мы очень корректно, красиво можем в белых халатах объяснить, что это даже полезно, это нужно. И скушайте своих детей. Кто знает, может быть, та мамаша, которая отдала своего ребенка на съедение, может быть, она сама потом кушала эти препараты и косметикой пользовалась. Кто знает, все возможно. И поэтому по жестокосердию нашему Господь сейчас позволяет какие-то моменты, чтобы хоть как, как говорит апостол Павел, спасти хотя бы как из огня человека. Поэтому удивляться не нужно и не нужно слишком бить себя в грудь и говорить, ну мы же христиане. Да какие христиане? Христиане, конечно, мы христиане, но давайте посмотрим на тех христиан, которые были. Но идеализировать не нужно и ранее христианскую церковь. Вот те, кто приходил на занятия по деяниям апостольским, по посланиям апостольским, и говорили, что все там было. Там это не значит, что церковь позволяла. Ни в коем случае. Все это всегда осуждалось, но были страшные грехи и садомские грехи, за которые апостол Павел и осуждал и говорит, что нужно предать значит этого кровосмесителя, который жил со своей матерью. Сатане дадут спасеться отлучением от церкви и так далее. То есть прещения налагались, отлучались от церкви. То есть все это было, человек был порочен. И поэтому человек не спасается своим подвигом. Господь спасает человека, как из огня, потому что мы горим то в огне, то в полыме, то в одном состоянии, нас, знаете, как носит, то в одну крайность, то в другую крайность, то, понимаете, мы живем, как хотим, то мы, наоборот, слишком благочестивыми становимся. И от этого благочестия всем тошно становится вокруг нас. И это значит, что, понимаете, мы неправильно живем, потому что всегда святые отцы говорили о царском пути, а царский путь это путь уравновешенный очень. Это когда мозги становятся холодными, а сердце горячим, а не наоборот, ни в коем случае. Вот это очень важно понимать. А мы всегда воспаляемся какими-то идеями, нам кажется, что то, что мы сейчас знаем, это должны все знать об этом. И все обязательно должны откликнуться. И если кто-то пусть попробует не примет, то будет всем плохо. Вот такие мы миссионеры. И что больше, польза от этого миссионерства или вреда? И поэтому Господь говорит, посему знают, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот в чем, братья и сестры. Не в том, что мы слишком много знаем, не в том, что мы слишком постимся, знаете, так вот самоотверженно, что мы слишком много молитв читаем и так далее, и так далее. Все это инструмент. А инструментом можно палец порезать, можно подрезать кого-то, а можно красивые вещи сделать. Все зависит от того, не только в чьих руках, но и какие мозги владеют этим инструментом. Поэтому самые страшные конфликты в разных масштабах, в масштабах семьи, в масштабах личности, в масштабах мира, это религиозные конфликты. Это или религиозные войны, или это религиозные конфликты внутри личности человека, или внутри семьи самые страшные конфликты на почве религии. Поэтому религия это то, что человека возводит на небо. Но вилами на небо гнать никого не нужно. На небо мы подымаемся, не преображая вокруг себя всех, а потом и мы. А вначале мы преображаем себя, а потом кто-то откликается на нашу жизнь. И тогда он понимает этот человек, который рядом с нами. То, о чем говорит апостол Павел, неверующая жена или неверующий муж, светится верующим мужем или верующей женой. Светится. Это значит, что без всякого насилия, а в любви и согласии. И поэтому это основная ценность дорожить именно любовью, миром, доброжелательностью. Вот, чтобы вот это всегда было, чтобы как одно целое жили. А как жить как одно целое? Разве можно жить как одно целое, когда гав-гав каждый день? Разве это одно целое? Это не одно целое. Это все равно, что одна рука постоянно будет бить другую руку, и что тогда будет? это. И поэтому мы должны это понимать и никого не насиловать. Вот любовь, самая главная любовь, вот она проявляется в ненасилии, именно в свободе. И вот когда мы говорим о планировании семьи, то именно это такое жуткое словосочетание, которое у нас связано, как я уже говорил, с тем, что именно планируют. Запланировали собаку завести, запланировали ребенка, нет, а тут появился ребенок, ну, забеременела жена, значит так, в план он пока не входит на ближайшие 10 лет, нужно его со счетов порешить. Представляете, что творится в нашем обществе? А ведь что ожидает наше общество? Вот давайте даже в социальном смысле посмотрим. Вот есть, скажем, два родителя, и эти два родителя рожают одно дитя, но если только не по причине болезни, ну, бывают же разные случаи, кто-то бывает заболевает и не может рожать больше одного ребенка, там выкидыши, там еще какие-то причины, болезни самой женщины или там мужа, а вот есть и так, как мы говорили уже по этому планированию. Так, два родителя, один ребенок, родители работают на своих работах, делают пенсионные отчисления, и вот если ребенок у них один, понятное дело, что значит, он пока сейчас, вот этот ребенок, он не будет, вернее сказать, тут как бы вот такая деталь важная, то есть сейчас, когда выплачивают люди молодые фонд пенсионный, то они платят не на свой пенсионный фонд, а на фонд тех пенсионеров, которые сейчас живут. и получается, что если один ребенок, а два родителя, то потом, когда родители станут уже пенсионерами, а ребенок, их ребенок, станет именно взрослым человеком и будет выплачивать пенсионный фонд. Так сколько нужно будет платить этому молодому человеку пенсионный фонд, для того, чтобы двух родителей обеспечить? И поэтому, когда говорят, что лучшее для детей, то вот такие родители создают проблемы для своего ребенка, потому что они налагают время материальным отношениям, очень тяжелые на своих детей, потому что им нужно этим детям одному кормить двоих, а чем меньше будет детей в обществе, тем больше нужно кормить пенсионеров, и создаются очень серьезные проблемы. Детей всегда должно быть больше, чтобы им было легче оплачивать пенсионный фонд, уже для существующих стариков. даже в этом я говорю в социальном смысле. Потом же и уход два пенсионера, а одна санитарка. И конечно на Западе решили эту проблему. Во-первых едут наши, пока наших больше еще, мы больше рожаем. Поэтому в Италии едут откуда. Потому что там уже не хватает рабочих рук. Это единственное, куда они могут женщины наши хорошо благоустроиться. Быть санитарками там. А обратите внимание, вот я просто знаю немножко о ситуации в Италии. В основном старики, доживающие почти до столетнего возраста. но практически без всякого здравомысля, без мозгов, то есть такие растения себе, с хорошим здоровьем. И приходят к каким выводам так называемые гуманисты. Ну знаете, лучше всего это избавиться от них гуманно. И так называемое сейчас что-что? Сейчас есть целое такое, знаете, опять-таки не своим словом называет, а греческим, чтобы сразу не было понятно. Господи, вот видите, забыл. Эвтаназия, да. Танатос, смерть. Эвтаназия. Эвтаназия. А Эв, Эв, приставка, вот, например, Понтефксинский, да, вот, наше Черное море. Вот. Эв, Эколо, Эвхаристия, это вот приставка, которая говорит о чем-то хорошем, приятном. Вот. То есть, приятная смерть такая себе. Сделать приятную смерть, сделать укольчик, ну, все, и завтра уже это растение не проснется, ему будет хорошо, и нам будет хорошо. Чего его кормить? Понимаете? Конечно, на эту эвтаназию должен согласиться этот старый слабоумный старик, потому что он-то и толком не соображает. Ему скажут, эвтаназию нужно сделать. А, эвтаназию, лечение, да, хорошо, хорошо. Его укололи, понимаете, он уже там. Все смешно, понимаете, но если бы не было так печально. А ведь мы-то стремимся, понимаете, правда, все в заплатках в Европу. Европа наш общий дом. Лозунги мы каждый выбор эти слышим. Только, понимаете, в этом доме мы видим, что творится. Все узаканивается. И обратите внимание, то, что противно заповеди Божьей, становится государственным законом. Вот, понимаете, вот какое-то, понимаете, такая вот спланированная политика узаконить аборт, узаконить гомосексуализм, там семьи и так далее, эти однополые и прочее, прочее. Вот все то, что противно заповеди Божьей, все узаконить. Мы видим, что это действительно постхристианское уже общество, потому что оно умышленно борется с Богом через заповедь Божию, уничтожая заповедь Божию со своей жизни. Поэтому мы очень близки к этому, потому что уже вот эти международные соглашения, которые принимаются сейчас и у нас на Украине, они в каком-то смысле становятся приоритетными над национальными законами. И это значит, что в какой-то момент нам скажут, подойдут и скажут, знаете, как в советское время, помню, один такой старик искренне говорит, я подошел к нему и сказал, товарищ батюшка, тут нужно это, вот понимаете, вот такое обращение, вот подойдет тоже товарищ батюшка, понимаете, такое, и скажет, нужно обвенчать, вот понимаете, смотрите, какие два молодые красивые хлопца. И если не будет венчать, как в Великобритании в парламенте принято, он преследуется законом этот священнослужитель, если он откажет. Да, значит, в Англии, в парламенте, именно в Англии это принято. То есть, все религиозные конфессии должны, значит, узаканивать на уровне, так сказать, религиозных обрядов, как они называют, узаканивать брак. И православные в том числе все зарегистрированные конфессии при парламенте Великобритании. Это вот недавно, буквально там месяц тому назад или полтора где-то там. В православной патриархии что-нибудь делали? Не, ну, дело в том, что понятное дело, что, слава Богу, у нас еще таких недоумков, простите, нет, так сказать, в православной церкви, которые хотят венчаться, понимаете, именно внутри православной церкви. Поэтому я думаю, что еще долгое время не будет, понимаете, таких вот, но, понимаете, когда прецедент появляется в Великобритании, знаете, что штаты будут очень скоро уже к тому, потому что это все очень близко. А потом, понимаете, сильное государство начнет давить на слабенькие. А вы что, еще не приняли? Да вы же вообще отсталые, как мы с вами будем в Евросоюзе или там в каком-то уже глобальном, понимаете, союзе? Да нам просто не сжиться. У нас разные ценности. Помните, о чем сейчас часто говорят наши, понимаете, демагоги политические, в основном они о чем говорят? О том, что у нас должны быть общеевропейские ценности. Вот мы видим сейчас, что это за ценности. Потому что ценности христианские уже давно перестали быть для Европы ценностями. Я, опять-таки, не слишком, понимаете, демонизирую Европу, потому что в Европе очень много искренних верующих христиан. Но я говорю в данном случае не о людях, значит, обычных людях. В данном случае я говорю именно о государственных масштабах. То есть, то, что происходит именно на уровне вот этой политической, государственной именно демагогии, законотворчества и так далее. Потому что есть очень много прекрасных, и я все-таки верю, что и большинство именно прекрасных добрых людей, верующих христиан в западном обществе. Но именно нужно помнить о том, что сейчас уничтожается все на уровне законодательства. Всякие признаки христианства. Вот помните, недавно были отвергнуты эти крест в Италии, значит, крест, в распятие, это католическая страна всегда была. И распятие всегда было в учебных заведениях и так далее, и так далее. И сейчас, понимаете, они запретили. Почему? Потому что это считается неполиткорректно по отношению к мусульманам. Ну как это так? Ну пожалуйста, это, понимаете, если там мусульманская страна, это может быть. Но в данном случае это католическая страна, и они в результате отказались от этого. Там, конечно, еще судопроизводство сейчас какое-то там происходит, но тем не менее, понимаете, это такой очень печальный, понимаете, знак. и кто знает, чем это закончится для других, которые смотрят на европейские ценности как на идеал. Чем это закончится для этих стран. Вот в частности это происходит что-то подобное в Румынии уже. Румыния вошла в Евросоюз, а это православная все в большинстве страна. И, конечно, во многом они уже просто плачут, вот стомат, понимаете, что они оказались именно вот в таких условиях, о которых, по сути, толком никто не предупредил народ. Поэтому все, понимаете, вот все построено на двойных стандартах, как сейчас принято говорить, на обмане, на лжи. Понимаете? Поэтому нужно быть очень и очень осторожным. Так, ну, как бы мое время истекло, я имею в виду лекции, я слушаю вопросы ваши. У нас огромное проект, молодежь, это, по-моему, которая арестирована в этой лекции, она не может приходить из-за души на работу. То есть, у нас семейные пары или люди, которые хотят перейти в брак, прошу прощения, была ли у нас, как минимум в шести часов решают просьбы, потому что заданчивается работа. В Киеве такие мероприятия начинаются где-то в шесть часов лекций, а в девять, то есть, всем, 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 уже списываются. Окей, большое решение. Сначала мы веки, а всем лекции. То есть, вот таким образом мы продолжаем, все равно мы списываем вот то, что там большое расстояние, мы можем здесь вот из-за пятнадцати, мы отдадим. В основном мы же приглашаем нашу программу, очень многие жалуются, что они не могут послушать лекции, просто мы здесь или друг друга подаем, и мы можем подать. хорошо. Вы знаете, я думаю, что особенно сейчас, когда у нас, ну, как бы уже светлее стало, и поэтому я думаю, давайте мы тогда перенесем на пять часов молебен, вот, и на шесть часов лекции, потому что в основном это ориентировано действительно на молодых людей, потому что вопросы семьи, брака, это очень важная тема, и действительно бывают вот эти перекосы, из-за того, что часто люди не знают, как вообще решать те или иные вопросы, касающиеся именно внутрисемейных, там, каких-то вот проблем, которые возникают. Вот, я как бы согласен, поэтому мне уже как бы подходили, кроме вас, вот вы только все сказали, подходили и просили, я готов, да, чтобы было так. Так что в следующий раз будет наша встреча в 17 часов и в 18, в смысле, в 18 встречи и в 17 часов молебен. Знаете, мне вот что, а, я скажу, что на следующей неделе у нас не будет этой встречи, потому что слишком перегружено у нас богослужение. Да, и я потом уже буду объявлять, вы как-то смотрите, потому что другие недели я еще не смотрел, но сейчас будет очень сложно нам, потому что богослужений, богослужений много и будет сложно нам встречаться. Так что вы, если кто-то с другого храма, вы звоните на свечной ларек и вам скажут, когда будет очередная лекция, но в 18 часов будет, в 18 часов. Так, хорошо. Какие еще вопросы у вас? В каком смысле жертвоприношения? На косметику, они идут на косметику, да, если раньше в район, пенсианский пивод человеческого жертвоприношения было узаконено. Нет, подождите, подождите. Сейчас провести такой параллель между узаконенным жертвоприношением и других людей. Нет, ну в каком-то смысле вы правы. Почему? Потому что если узаканивается аборт, понимаете, и ведь полностью как бы вот все то, что происходит в этой системе, ведь понимаете, я просто не знаю законодательства, каких вот этих деталей, но, видимо, именно все, что остается с этого ребеночка, ведь понимаете, на законном уровне это все где-то там, понимаете, происходит, вот, то есть они пользуются медициной, и если уже существует такое слово, вот это, фитальная терапия, следовательно, где-то может быть и есть, я просто не знаю этого. То есть я с этим столкнулся, вот буквально, слушаю вас. я просто, я уже связана с этой ситуацией и знаю, что медики разного православа подтверждают, что никакого эффекта эта терапия не дает. Правда, можно провести просто проверку над книгами есть, да, вот люди. Нет, секундочку, подождите, вот Люда, вот одну секундочку, вы знаете, понимаете, не дай Бог, чтобы мы еще, понимаете, пришли к такому выводу, что она приносит какую-то пользу, это уже другой вопрос. Мы даже не хотим эту, понимаете, сторону, это цинично с нашей стороны, понимаете, рассматривать, приносит пользу или не приносит. Просто если у человека есть хоть что-то святое в душе, понимаете, это все равно, что, понимаете, вот моего любимого сына, понимаете, или дочь, понимаете, просто вот решили, понимаете, на таблетки или на косметику, понимаете, но этого просто еще не назвали, ему не дали имя, поэтому это можно. А вот то, что, понимаете, это просто нельзя даже рассматривать. Вопрос только в том, понимаете, насколько позволительно со стороны там государства вообще отдавать, понимаете, медикам, значит, именно вот на вот это производство, фармакологию и так далее, только в этом вопрос, понимаете. А ты не дай Бог, понимаете, мысли, а ну пользу приносит, ну ничего, можно покушать детей, понимаете, можно там, понимаете, там морщины свои удалить, понимаете, с помощью омолодиться, понимаете. Это вообще просто, я даже не знаю. Я хотела задать вопрос по поводу целомудрия. Сейчас, когда спрашиваешь людей о том, что это целомудрия, первая реакция, это просто отражение. Но, знаете, в нашем обществе, когда вот опрашивают людей, первое восприятие, что целомудрия, они складывают только вот в плане плотских каких-то отношений. Скажите, пожалуйста, что такое целомудрия и пламенного победителя? Я понимаю, что это намного решили понять. Ну да, конечно, вообще вот, понимаете, я подчеркивал одну такую важную деталь как-то на лекции, хотелось бы мне вновь ее как бы подчеркнуть, что мы ни в коем случае не должны вот дифференцировать вот душу от тела человека. Вот душа без тела это призрак, тело без души это труп. Вот человек это вот единство тела и души. Вот почему, даже когда сейчас мы разлучаемся вот в этой жизни с телом своим, но потом, когда будет второе пришествие нашего Спасителя, то будет именно воссоединение людей со своими телами. они будут преображены, преображены эти тела в воскресенье, через воскресенье, но это будут наши тела. Я в данном случае не говорю о природе этого тела, потому что природа тела гораздо сложнее. В основе своей тела оно информационно. Это значит, что даже если наши ткани распадаются, то информация о каждой клеточке нашего тела, оно сохраняется. И поэтому именно то тело, которое воскреснет в воскресенье мертвых, оно будет именно нашим телом, но только преображенным телом. Это как бы отдельная тема, совершенно, о которой когда-нибудь, может быть, и мы будем говорить. Но а сейчас я просто хочу сказать о том, что когда мы говорим о любой добродетели, в том числе и целомудрии, то идет даже само слово целомудрия, целостность, целостность души и тела. То есть не может быть целомудрия, скажем, или душевного только, и при этом не иметь телесного целомудрия. Или наоборот, помните, как из Патериков, там известны такие случаи, когда целомудренно была как бы девственницей монахиня, вот, но в душе она не имела этой чистоты, она была осуждена, эта монахиня, когда умерла. Поэтому, когда мы говорим о целомудрии, то мы говорим о некой цельности человеческого отношения к жизни. То есть, это отношение к себе как к храму Божьему. Это значит, что человек не должен отдавать себя на осквернение любому греху. Но вот, когда мы говорим о браке, о отношении в браке, то, по сути, супруги, которые имеют близость в браке, они целомудрины, если они не изменяют ни в помыслах друг друга, ни плотью другу. Это и есть целомудрие. Потому что есть цельность их отношений, которая построена именно на христианских ценностях. И есть мудрость, благодаря которой они отвергают всякую предпосылку к греху. И поэтому, когда идет речь о целомудрии, то мы, особенно с молодыми людьми, которые могут немножко, так знаете, реагировать эпатажно на это, понимаете, то здесь нужно понимать, что они чего-то недопонимают и недопонимают в первую очередь то, что, вот, знаете, я вот в такой вам случай приведу. Однажды один молодой человек искушал другого молодого человека и говорил, слушай, да вот ты себе вот найди какую-то девчонку там, как-то вот расслабься, там, погуляй с ней и так далее. Вот. А он говорит, ну я не могу, это противоречит моим, вообще моему отношению к жизни. И он обратился к своему духовнику. Вот что мне сказать? Говорит, он просто вот еще и друга свое подключил. И они вдвоем нападают на меня, говорит, вот ты с устаревшими взглядами на жизнь и так далее, и так далее. А он говорит, знаешь, что ему скажи? Говорит, хорошо, я готов погулять, но мне очень нравится твоя сестра, я с твоей сестрой хочу погулять, просто погулять, развлечься. И когда он сказал ему, то этот братьев, он остыл и больше никогда на эту тему не говорил. Поэтому, понимаете, когда люди говорят о том, что, а, вот нужно жить вот так вот на полную ногу, мы должны помнить, что это чья-то сестра или чей-то брат, что это чья-то дочь или чей-то сын. И вот когда мы начинаем понимать, о чем идет речь, о том, что они могут лишиться целомудрия на всю жизнь, и вот когда мне приходится венчать людей, которые сохранили целомудрие, и вот я всегда им подчеркиваю одну вещь такую, вот я говорю, вот посмотрите, вот получается, что вот тот человек, который сохранил целомудрие, это значит, что ты вот ждала или ты ждал вот свою половинку. Представляете, вот только вдуматься в это, понимаете, что это такое вообще, что это действительно Бог вот друг для друга создал. А если, понимаете, было потеряно целомудрие, тогда возникает вопрос. Потому что что происходит? Они, понимаете, не... Это случайные какие-то встречи, потому что они так, собственно, и оценивают, это как случайные встречи. Мне так часто и говорят. А, ну это если ты там погуляешь, а где гарантия, что тебе, значит, Бог даст именно дар, в дар то, что тебе предназначалось. Ты же не заслуживаешь этого дара. Ты же поругаешь этот дар своей нечистотой, своей похотливостью и так далее. Поэтому целомудрие это вообще, понимаете, перспектива, светлая перспектива в жизни человека. Без целомудрия, понимаете, один только угар и одно только несчастье для человека. Потому что если он даже, о, у меня там мы вспомним, сколько подвигов и так далее, а потом, когда начинают дети болеть, потом, когда начинают, значит, женщины по-женски там болеть и так далее, и все остальное и остальное, вот тогда, понимаете, почему-то о подвигах никто уже не говорит, о подвигах минувших дней. особенно сейчас. Ну, некоторые говорят, что телегония это не совсем, значит, ну, я только скажу, как бы такой самый классический пример с телегонии, может кто-то не знает, а может знает, телегония, теле, значит, и генос, рождаться, рождаться на расстоянии, вот, рождение на расстоянии, теле расстояния, так вот, что же, что же происходит, именно, значит, как это происходит, рождение на расстоянии, вот в Харькове недавно родился человек, от белых родителей негр, понимаете, она клялась, божилась, там, понимаете, в церковь ходила, всем рассказывала, да, 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 вот от мужа ребенок, от мужа, и потом, когда, понимаете, узнала о телегоне, это в новостях каких-то там, понимаете, этих светских новостях, оказалось, что да, была у нее связь, но давно-давно с негром, и в результате, понимаете, как говорят в народе, не в мать, не в отца, не в отца, а в проезжего молодца, вот так оно получается, это значит, что все, понимаете, сохраняется, на каком-то для нас еще необъяснимом и непостижимом уровне, ведь, понимаете, что, что, может быть, даже не на генном, а на каком-то более тонком, информационном, мы не знаем, понимаете, что там, мы не знаем, понимаете, ведь, понимаете, наука последнюю точку не поставила в знании человека, понимаете, она не знает больше части, понимаете, что такое вообще человек, И поэтому то, что наука говорит так легко, это не значит, что она говорит правду. Совершенно верно. Потому что наука отвергает Творца. А невозможно понять творение без Творца. Потому что замысел о человеке только в разуме Творца, а не то, что мы можем иметь, как мы говорим, последствия. Поэтому целомудрие – это спасение, это счастье, это все. А без целомудрия – это тьма, это погибель просто для человека. А можно стяжаться за мудрия? Можно. Дело в том, что можно вернуть. Можно. Целомудрие возвращается. То есть, поскольку Господь дал человеку покаяние, значит, через покаяние, через таинство Церкви, даже если человек... Вот, а сколько, понимаете, помните, такие слова есть в каноне покаянном Андрея Критского. Значит, разбойник спасавшийся, блудница целомудрства ваше. А разве, понимаете, Мария Египетская, вот мы будем читать «Житие» в понедельник вечером, разве она не целомудрие при всех своих подвигах, понимаете, блуда? То, что она совершила, подвиг покаяния, читали же все про «Житие» ее. Это же целомудренная жена, понимаете? Это же ангела, не человек. Все возможно вернуть. Возможно. Нельзя никому отчаиваться. В Боге все возможно. Бог сотворил человека, Бог может и пересотворить человека. Это значит, что Он может его преобразить с другими словами. Но только нужно верить, только к Богу нужно идти. Поэтому для всех, Господь, и разбойников, и блудниц... Помните, как Господь говорит, что блудницы и разбойники восхищают от вас Царство Божие. То есть от тех, которые считают себя уже, знаете, они заслужили Царство Божие, они заслужили благодать. Нет, говорит, вот они, мытари, разбойники, блудницы, они восхищают Царство Божие. Еще вопрос. Молитва Ефимовна, мы же спрашиваем, но целомудрие... Вот, понимаете, вот, вот действительно, вот молитва какая, вот, понимаете, души целомудрия. Ведь мы все прекрасно понимаем, что мы лишились целомудрия. И когда, понимаете, это же не просто слова, в Боге все возможно. Просто нужно молиться, нужно действительно начать другую жизнь. Поверить Богу, что все в руке Божьей. Еще вопрос. Дайте другим словом, пожалуйста, потом дайте через... Я считаю, что дети – величайший дар и величайшая благодать, которую одним Бог посылает, а другим, вроде, благочестивым людям, к сожалению, не дадим. Вот тем, кто посылает. Нужно ли мы останавливаться по той мотивации, что мы не сможем покровить, не можем поднять нам? А как вообще поступать православным всем, которым сдается? Да, вы знаете, очень хороший вопрос. И вот это самое, самое, наверное, важное, то, к чему, наверное, все-таки нужно было подойти в сегодняшней лекции. Понимаете, вот есть действительно люди, которые вот всеми силами просят, Господи, дай малыша. Ну и нет, понимаете. И нет, малыша, Господь не дает. И вот я буквально недавно читал преподобного Паисия, он рассказывает о знакомом адвокате. И вот этот адвокат, он был очень благочестивым человеком, и его жена. И он всем своим профессионализмом... Ну, а знаете, как важно, когда есть порядочный адвокат. Особенно в нашем контексте современном мы знаем, что сколько бед, изломанных, искалеченных судей бывает из-за того, что нет нормального адвоката. Потому что бывает же, человека осуждают, невинного, понимаете, чего только не бывает. И вот он был настолько порядочным. Более того, он помогал людям, которые нуждались, но не имели возможности оплатить. А те, кто просили его помощи, но они были людьми действительно виновными, и более того, не кающимся, он отказывал. Ну, и так и обличал этих даже людей. И настолько было много друзей, людей, он детей любил. Все делал для того, чтобы именно помочь нуждающемуся человеку. И как-то в беседе с старцем Паисием она говорит, а Господь нам деток не дал. Говорит, мы так просили деток. Он говорит, тебе ли, говорит, от этого сокрушаться? У тебя, говорит, 500 детей. Разве вот тот монах, который, понимаете, взял под свой покров вот этих, понимаете, значит, несчастных детей, брошенных детей, разве он бездетный, скажите мне, это человек? Это еще больше подвиг, потому что кровинушку свою любить легко. А вот, понимаете, тот, который, понимаете, вот неизвестно, кто он, понимаете, что он, что с него вырастет и так далее, это не твоя кровь. Это гораздо тяжелее. Поэтому мы видим, то есть, это, как бы, я считаю, ответ на первый, так сказать, вопрос, на первую часть вопроса. Вот. Тем, кто имеет детей, как, вот, понимаете, дальше вот, возможно ли действительно планирование семьи? Конечно, вопрос неоднозначный. Вот. И, скажем, ответ нашей церкви достаточно такой, как вот, опять-таки, старец Паисий говорит, что говорит, что говорит, у каждого, как он говорит, разные проценты, разные проценты сил. Он говорит, у кого-то 5%, у кого-то 10%, бороться с трудностями, понимаете. У кого-то вообще нет, понимаете, этих процентов. Ну, одним словом, у каждого свои возможности. И поэтому, когда супруги приходят к выводу, что они, значит, могут, как бы, планировать семью, но не в том смысле, что пользуются абортивными средствами, ни в коем случае. Но они могут пользоваться не абортивными средствами, они могут допускать это. Потому что где-то и сил не хватает и физически, где-то, может быть, и душевный человек не хватает сил. Конечно, есть и другие примеры. Когда у человека не хватает душевных сил, может быть, на то, чтобы решиться на очередного ребенка. Но когда все-таки появляется этот ребенок, то, как один человек сказал, когда родился очередной ребенок наук, говорит, у вас очередной воспитатель родился. Почему? Потому что ребенок входит в нашу жизнь, и он начинает менять все. То есть люди начинают задумываться над такими вопросами, о которых раньше не задумывались. Начинают получать правильные ответы. Начинают активизировать в себе то, что они даже не подозревали, что они могут любить, могут терпеть, могут быть милосердными. Я не знаю, но много добродетелей внутри себя открывают вследствие появления этого ребенка. Но опять-таки, это то, понимаете, что где-то допустимо, понимаете, потому что человек называется сотворцом Бога. Понимаете? Сотворцом. Почему есть такое, даже в духовном мире, сиэнергия слова. Вот Григорий Палама часто об этом говорит. Это сотворчество, содействие с Богом. Это значит, что вот как мы сотворцами являемся телом, а Бог дает душу. Но опять-таки, душу Он творит из души родителей, но дает эту душу для, значит, ребеночка. И поэтому сотворчество получается. И вот это сотворчество, понимаете, человек должен отвечать за свои поступки. И вот какая-то, понимаете, вот эта такая скидка на немощь присутствует. То есть, могут они спланировать свою семью. Почему и церковь говорит о, так сказать, существовании не абортивных, так сказать, контрацептивов. И опять-таки, могут же дети быть и не быть по другим каким-то причинам. То есть, естественным, скажем. То есть, нужно, есть знание каких-то механизмов природы, так сказать, женской и мужской и так далее. Вот. Но, конечно, если человек решается, решается на именно рождение, то Господь всегда верующим людям, всегда будет содействовать и помогать, потому что верующие только уповают на Бога. Они понимают, что сами, они даже одного не смогут воспитать. Понимаете? Даже одного не смогут воспитать. И вот здесь, как бы, мы должны понимать, что настолько все сложно. Бог судья. Вот. Мы не можем, как бы, понимаете, сказать, а вот те делают так, это плохо, вот эти хорошо и так далее. А как бывает, доходит до отчаяния человек, который нарожал много детей? И он, понимаете, он уже, он чувствует, он взрывается, он находится в истерике. А мне же таких тоже приходится исповедовать и знать таких людей. И, понимаете, ненависть, злоба там присутствует и так далее. Поэтому, понимаете, мы в ответе за именно принятые решения, а не за то, что мы просто механически рожаем детей. Поэтому здесь есть некий разум и некая рассудительность. Вот, к примеру, игумен монастыря отказывает, скажем, вступлению в братство какому-то очередному, желающему стать послушником монастыря. Он говорит, нет, я тебя не смогу принять. А митрополит Антоний Сурожский, вот, я помню такой момент, он, значит, что-то было связано, или это Сафроний Сахаров, тоже такой известный духовник, преподмонах, очень такой духовной жизни. Он говорит, что мы только такое количество приняли, которое мы действительно можем окормлять. То есть, то, что выше нашей силы, мы просто не сможем окормлять. Поэтому вынуждены сказать, вы ищите где-то на стороне другого, скажем, игумена там, епископа, где он сможет, потому что мы не в силах. Понимаете, то есть, вот мы должны понимать, что за все мы в ответе. Вот многие вообще, скажем, епископы, духовники, скажем, бегали, уходили вообще, когда они чувствовали, что они не в силах, уже не справляются. И если все, как больше и больше к ним шли, они просто убегали в пустыню, там, отказывались вообще от всякого кормления. Понимаете, то есть, решение, Господь дает право человеку принимать решение. И поэтому важно, чтобы вот в конечном счете, что это будет с душой человека. Понимаете, поэтому это все очень сложно. И поэтому мы должны, как бы, исходить из какого-то смирения. Исходение, оно все подскажет человеку. А если человек очень самоуверен, то тоже плохо. Понимаете, потому что, а я все, да, а потом он, наоборот, уже начинает роптать, начинает там осуждать, что вот, понимаете, а что же, а я не могу, и все, чего только не бывает. Мне, понимаете, за мои незначительные годы пастырской практики, вот, мне приходилось с таким сталкиваться, с разным приходилось сталкиваться. Поэтому все, в принципе, как бы допустимо. То есть, и как бы и тот будет, и тот, вот, Бог поможет, но и нужно знать, на что ты идешь, можешь ли ты так верить. Поэтому и по согласию супруги должны этот вопрос решать. Зачатие. Батюшка, а можно еще один вопрос? А как религии относятся вот к суррогатной мать? Вы знаете, честно вам скажу, вот этот эпизод, как бы я пропустил мимо внимания, но именно в социальной концепции, значит, есть именно ответ на этот вопрос. Там есть именно в этом же разделе, в разделе биоэтики. Вот пропустил просто, вот, не прочитал, а потом и не прочитал. Поэтому не могу сейчас сказать вам точно, как относиться. Но можете ознакомиться, найти, да? Вот, там есть ответ на этот вопрос. Батюшка, а единственным моментом, когда могут супруги разойтись и смелечься на меня, это при негдеяль. Почему именно при негдеяль? Чем страшен этот грех? Ну, понимаете, страшен всем, понимаете? От ногтей, понимаете, до темени. Потому что, ну, потому что это предательство, понимаете? Это когда, вот помните, мы говорили о том, что ты открылся, а тут, понимаете, тебе в душу плюнули, тебе предали. Вот ничего страшнее нет предательства. Понимаете? Вот есть такие слова, конечно, они, может быть, немножко мирские, но вот говорят, вот есть женщины, которые не предают никогда, есть женщины, которые предают раз. Понимаете? То есть, вот если уже один раз, понимаете, то уже где-то человек, если он не покается, это будет бесконечно. Но точно так же и мужчинам можно говорить. Поэтому... Прелюбодите Царство Небесное, ненаследуйте. Ненаследуйте. Почему Господь так строго, а не на этом грехе? Нет, ну Господь не к греху, вот, строго, а к нашему непокаянию. То есть, Господь дает, это, конечно, не значит, а, вот я покаюсь, потом я это... Нет, мы, конечно, не должны, так понимаете. Это уже, знаете, это все равно, что я сейчас, я знаю, что меня отец простит, я пойду его, предам, я не знаю, избью там его, что угодно. Я знаю, что он меня все равно простит. Ну, простить это уже какое-то такое лукавство, понимаете. Но другое дело, если человек все-таки совершил это, потом, ну, знаете, опять-таки, мы же не знаем, Бог только один знает, почему человек этот решит. Где-то стечение обстоятельств немощи, там еще только не бывает, понимаете. Все это очень страшно, очень, понимаете, ужасно. Но человек все-таки начал каяться, он раскаивается в этом грехе. И Господь, мы видим, Он прощает, потому что Он видит, что это действительно человек изменился. Он не хочет, так он осознает, он понимает, он будет по-другому жить. Ну как Господь его не простит? Ну как дитя не простит отец? Ну оно же должно каяться. А что прощать, если даже он не просит прощения? Что прощать-то? Можно ли, понимаете, быть милым, любимым насильно? Да не может такое. Если, понимаете, я его в дом, понимаете, а он из дома бежит. Господь его Царством Божьим говорит, да и нет, я хочу в аду быть. Потому что там все можно. А вот здесь, вот здесь совершенно другое все. Понимаете, поэтому здесь другие категории, понимаете. Здесь, почему, понимаете, Господь именно так поступает, не раскаянно и грешно? Потому что они сами не хотят. Они не хотят Бога. Они отвергают Его. А блаженство все именно в Боге. Оттого, что есть взаимное общение с Богом. Еще приятно. Спасибо, Господь, вас за внимание. Вы можете писать записки.